Друзья, приветствуем вас на канале Тактик Мидия. И сегодня у нас в гостях директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Александрович Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Андрей, здравствуйте. Очень приятно. Да, хорошо. Дело в том, что, Алексей Александрович, мы параллельно с Михаилом записываем цикл по истории китайского искусства. И мы как раз подошли до темы династии Сун, эпохи Сун. И это первая эпоха, когда многие исследователи ставят вопрос о великом расхождении. И вот сегодня наша тема, она двуглавая. С одной стороны, это, собственно, книга, которая так и называется «Великое расхождение», а с другой стороны, та тема, о которой вы часто рассказываете, это тема «Почему Китай думает иначе». Давайте обсудим. Да, всё правильно. Значит, чудесная книга Кенса Померанца, которая приведена, к счастью, на русский язык, называется «Великое расхождение». Книга была написана в 1997 году, а задумывалась, на самом деле, раньше. И Померанц был первым, кто постулировал крайне интересную мысль, которая в целом бродила и среди учёных, и до этого времени, но не обыгрывалась до конца. Его основная идея была в том, что Китай, в частности, Азия в целом, долгое время опережала Европу очень серьёзно. И, как следствие, это уже я от себя достраиваю, то, что произошло с Китаем с середины XIX века, т.е. оккупация Китая иностранными державами, падение экономическое, когда Китай был, по сути дела, выдавлен из экономической стратегии. А потом Китай опять вернулся на высокий экономический рост. Это, скорее, не сбой программы, возвращение на высокий экономический рост, это норматив. Т.е. вот этот период 1830-40-е годы, с одной стороны, и 1980-й год, т.е. падение Китая по экономике, это сбой общего восходящего развития Китая. Поэтому Померанц как раз приводил и приводит очень много примеров того, что Китай по многим параметрам опережал Европу. Причём это было и по сельскому хозяйству, и по питанию, по количеству килокалорий на душу населения, т.е. китайцы, грубо говоря, питались лучше, по производительности сельского хозяйства, сколько один крестьяна производил, по, например, производству мясного сельского хозяйства, т.е. нам всегда казалось, что Китай тот, кто копается в грязи и сеет рис, вот эти заливные поля, на самом деле нет, Китай вообще активно использовал мясное сельское хозяйство, т.е. питался белковой пищей, это было очень важно, соответственно, он был крепким человеком. У китайцев из-за этого, и из-за этого, точнее, в том числе, было больше продолжительности жизни, опережая Европу, и, как следствие, дольше сохранялся, т.д. трудовый навык, т.е. проще говоря, он больше мог работать по времени. И вот это всё совокупно делало то, что Китай, ну и Индия в известной степени опережали доиндустриальную Европу. Вот это была основанная концепция Померанца, и главный был вопрос, когда они стали расходиться, т.е. когда это опережение прекратилось, отсюда же великое расхождение. Его идея, и, в общем, идея целого ряда людей, учёных подобных ему, предполагали, что иногда Китай опережал Европу, иногда отставал, но серьёзное расхождение, по его мнению, первичному мнению, а потом он его пересмотрел, началось серьёзно в 1750-1800 годы, когда они пошли в разные стороны. Европа начала опережать, индустриальная революция, большая производительность, Китай остался на том же уровне, и, как следствие, Европа создаёт свою военную промышленность, ну и в дальнейшем захватывает Китай в полной степени. И это довольно разумное объяснение, почему вообще произошло так, что Китай был, великий Китай, большой Китай, большой по населению, был захвачен европейскими державами. Ну, не только европейскими, там присоединилась и Япония, и США, ну, зачинателем всего была Англия. Другой очень важный момент был, собственно, а когда Китай начал опережать, вот заметно опережать, если мы считаем, что в 1750-1800 годы это опережение закончилось, когда он явно вырвался вперёд, абсолютно правильно вы сказали, скорее всего, предполагается в эпоху Сун, и вообще взлёт всего, всей культуры китайской живописи, да, прежде всего, стихосложения, все стилии живописи, стихосложения, которые мы сегодня знаем, они родились в эпоху Сун, или там частично залезая в более раннюю эпоху Тан. Это связано не с тем, что вдруг родилось какое-то поколение особо талантливых людей, а связано с тем, что именно тогда в Китае началась перестройка сельского хозяйства, начали осваивать новые, не только пойменные земли в долинах, стали осваивать земли и в горах, появились несколько серьёзных центров. Раньше основным центром был центр в долине реки Янзы, собственно говоря, в дельте Янзы он и сейчас является одним из крупнейших центров, и сегодня его естественным центром является город Шанхай. Но центр возник давным-давно, потому что Янзы, если помните, как она вообще по карте пролегает, там действительно дельта – это сотни речушек, между ними могут стоять города, и, как следствие, перевозка товаров по Янзы очень удобная, крайне удобная. И поэтому всё, что произведено, грубо говоря, в западных районах Китая, туда едва ли не в Синьцзяне, легко может достичь современного Шанхая, и наоборот. Поэтому селиться вдоль Янзы было хорошо, торговать вдоль Янзы было хорошо, производить было хорошо. И вдоль Янзы, и, собственно, откуда берётся Шанхай как таковой, создаются первые серьёзные не только промышленные, но и финансовые центры. И действительно это так, что в эпоху Сун создаётся то, что мы бы сказали – банковская система. На самом деле то, что нам сегодня кажется очень простым, когда вы приходите в банк, кладёте деньги, из банка забираете деньги, вам выдаётся какой-то чек, и вы верите банку, что деньги не пропадут. Для стран средних веков это была маленькая революция, потому что одно дело вы деньги или ваше серебро держите при себе, другое дело вы кому-то поручаете хранить, а в завет получаете обещание в виде бумажки. И в Китае откуда банки-то взялись, почему вообще начали появляться? Потому что появляется избыток денег, потому что растёт производительность труда, и деньги не нужно сразу же выкладывать куда-то, забрасывать. Их можно отложить, накопить, и как раз в Китае вводится впервые то, что мы сегодня называем вексель. Вы кладёте деньги, вам под вексель что-то даётся. С ним было удобно путешествовать и торговать, потому что развивался шёлковый путь, вы сможете, конечно, по шёлковому пути возить товары, их надо продавать, а золото и серебро особо не повозишь, их можно украсть, его украсть проще, чем товары. А вот бумажку на предъявителя можно, поскольку в Китае довольно рано стали вводиться то, что мы сказали бы, удостоверения, то есть вам нужно вместе с векселем показать удостоверение. Если вы украли у меня вексель, и у вас нет моего удостоверения, вам не выдадут. Вот появляются банкиры как таковые, а как следствие облегчается торговля. Ведь особенности Китая, его и плюс, и минус заключаются в том, что сама вся экономика Китая, внутри Китая, может производить абсолютно всё, что угодно. Если вы вспомните, как пролегает Россия, она пролегает, так сказать, в горизонтальной плоскости, и в этом плане перевозить что-то очень сложно, потому что рейки в России текут неправильно, они текут сверху вниз, а перевозить надо с лево направо или справа налево. В Китае рейки текут правильно, и в этом плане можно было очень легко перевозить с запада на восток, с востока на запад, это разные климатические пояса, но все они тёплые. Если вы повезёте товар из Москвы в Сибирь, то там будет холодно, и в Сибири особо не растёт, то есть, ничего не растёт, то есть, нужно иметь особые навыки, чтобы что-то выращивать в очень холодном климате, и лучше не выращивать там ничего, по понятным причинам, это сложнее. В Китае же, живёте ли вы в долине Янзы, или дальше в Шанхае, в районе Шанхая, или дальше живёте в районе Чунцина, там же по Янзы, или дальше собираетесь на северо-запад, там климат, конечно, меняется, но он не становится смертельно холодным, там не выпадает снегов, в Шанхае, как вы знаете, выпадение снега – это просто ЧП, это нечто невероятное. Поэтому в горизонтальной плоскости Китай мог себя снабжать чем угодно. Проблема была в другом. А как снабжать в вертикальной плоскости? Опять-таки, реки текут в Китае слева направо или справа налево. Но там же был канал вот этот какой-то. Вот, это великое китайское изобретение, потому что канал, я напомню, рылся в течение, ну, формально он начал рыться в эпоху Суй, в 4 веке нашей эры, и он, по сути дела, роется до сих пор. Конечно, это уже другой канал, другие сооружения, но ведь это было огромное политическое решение – взять и прокопать Китай с юга на север. Почему оно было важное? Вот здесь надо понимать, в чём, на мой взгляд, Кеннесс Помер, неординарный абсолютно учёный, в чём он отдам бок. Для него история Китая – это история экономики Китая, это история развития экономических отношений. Мы к тем ещё вернёмся. Сельхозотношений, отношений производителей сельского хозяйства, есть, так называемые, сельхозяйственный детерминизм, т.е. всё, что было в Китае, связано с сельским хозяйством. Мы к этому, может, вернёмся. Но я бы пошире немножко взглянул на эту проблематику. Мы же прекрасно знаем, что главная проблема Китая – это проблема постоянного распадения Китая на север и юг. Да, это большая проблема, и разные учёные по-разному проводили черту, где юг-то начинается. Кто-то говорил «Янзы» и ниже, а кто-то говорил «Дельте жемчужной реки Джудзян», ну, т.е. где сегодня Гуандун, Гонконг и т.д. Или Хуайхэ. Или Хуайхэ, да. Т.е. в любом случае есть распадение на две части. Причём распадалось это, конечно, и по сельскому хозяйству, так называемую культуру риса, культуру проса, но ведь распадалось это и культурным образом. Прежде всего, я напомню, что есть там южная и северная школы чань-буддизма, южная и северная школы живописи китайской, есть южная и северная школы ушу. Да, сизма. Да, сизма, конечно, южная и северная, есть южная и северная направления буддизма, чань-буддизма и т.д. Т.е. это культурная парадигма, это не совсем сельскохозяйственная парадигма. И проблема была в том, что распадение было очень глубоким и культурно-цивилизационным, не только административным. И юг постоянно пытался отделиться от севера. И иногда это происходило. Я напомню, что были династии северная Сун, южная Сун. Да, конечно, потому что культурные типы разные. Да, конечно, в основе вообще вот этого пространства, которое мы сегодня называем Китаем, лежит единый протоязык, протоязык. Но он давным-давно, конечно, забыл, что он единый. В XII веке он это забылся уже и в III веке нашей эры в эпоху Хань. И осталось только то, что языки различные. Языки юга совсем не похожи на языки севера. Там какой-нибудь Минаньхуан, о котором говорят в Фудзиане, абсолютно не похож на язык, на котором говорят на севере Китая. И люди чувствуют себя разными. И если юг был всегда богатым, потому что большое производитель сельского хозяйства, большая предприимчивость людей. Мы знаем, что все китайские торговцы – это южане. Если вы сегодня увидите, кто переселился в США, когда-то, ещё в XIX веке, я имею в виду из Китая, это в основном, конечно, южане. Гуандунцы. Гуандунцы, прежде всего гуандунцы, да. И когда вы заходите в китайское кафе в США, и я с этим неоднократ сталкивался, и пытаешься говорить в китайском кафе на китайском, они тебя не понимают, потому что это гуандунцы, которые уехали лет, может быть, 100 назад. И в семье говорят только на гуандунском диалекте. И, конечно, они с трудом понимают все эти северные диалекты. И более того, на юге сформировалась такая общность, как хакка, известная вам, дословно пришлые. Да, люди, которые считали, что они, и считают до сих пор, что они были первичным населением Китая, они были вытеснены с центра Китая на юг, поэтому называются пришлые на юге, кхажань, дословно гости, хакка. И они как раз отличались этой предприимчивостью, упорством, и они формировали особый, что ли, такой протестный климат. Кстати говоря, многие восставшие в Китае, они же были хакка. Хул-чичань. Хул-чичань, прежде всего, конечно, да. Но вообще-то суньяцен еще, да. И когда вы приходите сегодня в Гонконге, тоже хакка проживали, и те деревушки, которые сохранились в Гонконге, потому что многие представили, что Гонконг – это только вот эти гигантские билдинги. Есть еще деревни, они называются деревни, окруженные стенами, потому что высокие стены, обычно вокруг китайских деревень стены не ставились, а в Гонконге ставились высокие стены. Это деревни хакка, они там проживают. И там, например, есть деревня Дэн, фамилия Дэн, и они точно считают, что Дэн Сяопин, он принадлежит хакка. Я не буду утверждать этот вопрос, поскольку вопрос спорный, но действительно многие китайские революционеры, бунтари, они были хакка. Более того, еще в 20-30-х годах КПК не могла создать ячейки своей КПК на юг Китая, потому что хакка говорили, коммунисты будут, только хакка будут коммунистами, а остальных не надо. А Мао Цзун не был хакка, вот в чем проблема. Ну вот, и главная проблема была в том, что юг постоянно пытался окуклиться и отделиться. И я напомню, что, например, одно из первых китайских буржуазных правительств после 1911 года, то есть после падения монархии, это было правительство в Гуанчжоу, то есть на юге Китая, которым руководил Суни Цзан непосредственно. Другая проблема заключалась в том, что все яркие личности, которые пытались что-то пересрочить в Китае, Чингайши и так далее, они все были южанами. И они считали, что северяне – это чиновники, это плохо, там вообще отдельная жизнь. Точно так же, как и иностранцами, Китай воспринимался как два Китая. Посмотрите на старые карты, и вы видите Китай, который называется Сина, Чайна, откуда пошло, и который, в общем, связан, скорее всего, с чаем, собственно, чатной культурой, либо по другим представлениям со словом Чхоу, шёлк. А был ещё Китай, который назывался, так назывался, Китай. А слово Кидань? Кидань, конечно, да. То есть, Северно-Южный Китай, пожалуйста. И вы можете встретить у Афанасия Никитина, что он приехал в Китай, в Китай. И воспоминания об этом слушает, например, известная компания нынешняя, Cathay Pacific, вот эта сингапурская компания, Cathay, само по себе слово, это есть вот китайская. И когда шло это распадение, вопрос всегда заключался в другом. Почему идёт распадение, это понятно. А почему вообще воссоединение-то было? Это главная проблема. И вот здесь мы как раз уходим от чисто экономического детерминизма. Как раз по сельскому хозяйству, или смотрите, по производительности труда, Юг всегда производил больше, чем Север. Он был богат, он должен был, во-первых, захватить власть. Богатые всегда захватывают власть. Во-вторых, он был более предприимчивым. Но оказалось, что у нас все центры крупной культуры и столицы были на севере, а не на юге. Сянь, город Сянь, который долгое время был столицей Китая, город Чанань, он был на севере, или, по крайней мере, не на юге. Города Лаян, города Кайфэн, столицы в эпоху Тан и Сун были на севере, а не на юге. Лучше не говоря про город Пекин, который так есть, собственно, Бэйпин, северное спокойствие. А потому что была другая сила, которая объединяет Китай. Вот что разъединяет, это мы уже перечислили, объединяет, как ни странно, единая конфуцианская культура. Вот это как раз и есть то, что мы не учитываем, когда говорим о китайской религии и философии. Мы рассуждаем всегда о тонкостях, о почитании старших, о заботе о младших, что правильно, конечно, но конфуцианская культура – это была универсальная материя, которая уравнивала всех в рамках единого культурного пространства. Да, она пошла с севера, я напомню, что Конфуция жил в Шаньдуне, то есть явно северянин, в царстве Луг формально. Но он предложил универсальные принципы, по которым должны жить все. Эти принципы понравились, потому что они урегулировали общество. Они затрагивали региональных традиций, то есть, грубо говоря, если на юге Китая в царстве Чу где-нибудь был шаманизм, я был в древности, ну и конфуцианство этого никак не волновало. На севере Китая там были северные даотские школы, конфуцианство тоже это не волновало. Конфуцианство создавало универсалии, то, что мы называем, то есть как себя надо правильно вести, о чём надо думать, и в этом плане конфуцианство постоянно себя экспортировало за рубежи Китая. И когда мы говорим, что Китай расширялся, это хорошая фраза, вопрос это, а вот как он расширялся? Китай же мало вёл войн, как мы знаем. И не очень неудачный. Совсем неудачный, скажем так, да. Сначала приходили торговцы, которые торговали с регионом, как, например, на юге Китая, на территории современных провинций Юньнань, или на территорию современной провинции, точнее, автономного района Гуанси, Гуанси-Джуанский автономный район, то есть на юге Китая. Или как они приходили в Синзян и так далее. Приходят торговцы торговать и приучают местное население к торговле по китайским правилам, китайским системе мер весов, китайским расчётам, ведь торговали же китайской монетой. Вторыми людьми приходят администраторы китайские. А вот это и есть китайские экспортеры конфуцианства. Нет конфуцианского философа в чистом виде, вы такого не найдёте никогда. Да, и наверняка многие знают, что конфуцианских монастырей нету. Есть храмы конфуцианские, но нет конфуцианского монаха. И тот, кого мы называем конфуцианцем, это человек, который имел обычную государственную должность. Иногда удачную, иногда неудачную. Он, как известно, где он изучал конфуцианство? Он изучал непосредственно в семье, но самое главное, были специальные академии, частные. Частные академии в Китае существовали практически до XVII века, и вот вам, кстати говоря, точка расхождения. Они содержались крупными философами другими, например, известным чиновником философом Ван Янмином, одного из основоположников неокого конфуцианства. Они финансировали их, они содержали чиновников. Те рассуждали, те сидели, думали, спорили, то есть это были такие люди, которые дискутировали. И в конце концов они писали некоторые послания на имя императорского двора. Когда императорский двор кого-то подмечал и говорил, добро пожаловать к нам, их записывали либо в Ханлинскую академию, то есть академию, которая обслуживала императорский двор приказами и так далее, либо они становились вообще государственными чиновниками. И вот они-то, эти чиновники, куда бы они ни приезжали, на юг, на север Китая, в соседние территории, они постоянно транслировали правила поведения и тем самым транслировали конфуцианство. И обратите внимание, нам кажется, что это было в древности, посмотрите, что сейчас творится. Когда приезжают китайские делегации, они же пытаются сделать так, чтобы работа была по их стандартам и по их правилам. Договор китайский, мы сидим, пьём китайский чай, или, например, как рассадка. Обычно китайский руководитель, предположим, российский руководитель, сзади переводчики. Так, в Китае принято на параллельных креслах сидеть, и Китай всегда транслирует, казалось бы, это всё мелочи, конечно, это скорее этикет, но Китай за этим транслирует и нормативы поведения. Когда мы сегодня слышим, как говорит Син Цзиньпин или многие другие китайские чиновники, они практически точно воспроизводят матрицу конфуцианских высказываний. Как ещё видится, изучая труды Фуко, французского известного философа XX века, я лично пришёл к выводу, что конфуцианство, кроме всего прочего, оно ещё и дало тот нарратив. Фуко именно про нарратив же рассуждает. И что конфуцианство, по сути, и сделало священным тот нарратив ещё во время династии Хань, когда все договорились и сказали, что всё, что было до Хань, это некий путь к Единому Китаю, и мы Единый Китай, и у нас есть последовательность династии, которая всем известна. И, по сути, если мы будем рассуждать, то кажется, будто бы именно этот нарратив является сердцем вот этого Единого Китая, недоступным к пересмотру, потому что недаром многие современные наши востоковеды пытаются пересмотреть династию Ся, существование вот этой самой древней династии нет. Для Китая очень важно, что вот это было династией Ся, её надо найти любым путём. И, кажется, это вот как раз в вашу точку зрения очень хорошо вкладывается, потому что получается, что конфуцианцы, они, помимо правил поведения, они ещё и, будучи вместе заинтересованными в этой империи, в Единой, они, получается, всё время продуцировали вот этот выверенный, выпиленный напильничком нарратив, что была династия Джоу, где было всё хорошо, там вот такие министерства были, и мы только вот эту династию Джоу пытаемся всё время как-то там восстановить, получается. Ну, во-первых, да, конечно, это так. А во-вторых, мы прекрасно знаем, что историческая реальность была не такой. Но есть одна особенность. Вы, наверное, знаете, что в Китае запрещено сейчас издавать книги иностранных авторов, которые каким-то образом подвергают сомнению вот эту традицию изначального единства Китая. Да. Да, потому что это очень болезненная история, и просто в Китае идея единства, единства территории, единства культуры – это национальная идея. Хотя мы прекрасно знаем, что, в общем, и китайцы прекрасно понимают, что было изначально несколько субстратов культуры, то есть разных культурных центров, абсолютно непохожих, южный был, он был, северный был в провинции Шаньдун, и, может, там кто-то насчитывает около 8-9, кто-то говорит о 15 центрах, кто-то говорит о 3 центрах, цифры здесь не важны. Важно то, что культурные центры были разными, и вопрос как раз, почему они слились в едино, почему мы не получили такой же мелкой нарезки, как, например, в Европе, где масса – да. Но почему в Европе, получается, понятно, были феоды, которые зарастались, но был главный феодал или главный князь, вокруг которого были его подданные, его воины, и они все отделялись, и все время друг к другу воевали. Да. И вот здесь прямо второй вопрос, который животрепещущий, и который напрямую связан с темой великого расхождения. Часто историки, особенно левого толка, они часто говорят, что все цивилизации проходят через одну цепочку стадий. Рабоводельчество у нас с вами, потом феодализм, потом потихонечку капитализм зарождается, ну, а дальше все к коммунизму, конечно, приходят. Вот что здесь нам рассказывает китайская история, не знаю, насколько это ваш план, беседы сорвёт. Действительно ли в Китае, и, кстати, интересно с точки зрения китайцев, взглянуть на этот вопрос, они же марксисты, большая часть сейчас, ну, как я это понимаю, и там же как-то всё очень странно. Было ли рабоводельчество в Китае, был ли феодализм в Китае, какая была система землепользования, можно ли говорить о феодализме рабоводельчестве в Китае? И самый большой вопрос, собственно, который автор пытается раскрыть, почему капитализм не родился в Китае, скажем, вот с 12 по наш вот этот 18 век? А потому что, на самом деле, марксистская теория отрабатывалась для западных обществ, где она, конечно, работала. И я напомню, что вот эта пятичленная схема, первобытная община, строй, рабовладение, феодализм, капитализм, социализм и, наконец, коммунизм, она не была разработана Марксом, она считается марксистской, потому что она действительно базируется на базисе владения средствами производства, но она была разработана академиками Струва и стала частью марксистской теории. Маркс в своей критике политической экономики, он пишет важную вещь, что он же о другом говорит, он так говорит как раз о общине Марка, это тип немецкой общины, он пишет об античном способе производства, который был для запада характерен, и об азиатском способе производства. Может, только азиатский способ производства, он это упоминает, но он не раскрывает тему. И было очень много споров, вообще есть ли азиатский способ производства, и они были, и в 70-е годы очень большой был спор в Советском Союзе, он был и на Западе, и пришли к выводу о том, что азиатский способ производства там, где государство в основном владеет всеми средствами производства, где оно главный хозяин, и частное собственность запускается только на более низком уровне. Государство владеет землей, это самое главное. Оно может вам сдать его в аренду надолго, но в любом случае владеет землей. Или, например, в Китае такое было, когда верхний слой земли, там, например, на уровень посадки растения частный, вы можете его приобрести, но под этим идёт слой земли государственной, поэтому вы не можете взять и отторгнуть эту землю. Но потом это много привлекало сомнений. Самый главный вопрос в другом. Померанц – это очень жёсткий экономически детерминированный учёный, и для него рождение тех или иных формаций – это неизбежное развитие каких-то экономических отношений. Вот, например, он честно признаётся, очень интересно, что для более второго уже российского издания он писал предисловие, где честно признаётся, что по многим позициям был неправ в первой части, когда писал «хотя», в общем, придерживаясь той же самой истории, что до какого-то времени страны шли, точнее континенты шли вместе, потом разошлись. В чём он, на мой взгляд, здесь не то, что ошибается, а слишком жёстко ставит вопрос. Во-первых, мы как историки понимаем, что в Китае не было классического рабовладения как такового. Действительно, многие захваченные племена, порабащённые племена, они были при царском дворе, при императорском дворе на более низких позициях, чем китайцы. Но это не был рабский труд, когда человек умирал, и его там могли убить как собаку. Более того, проблема заключается в том, что когда мы говорим о феодализме или рабовладении, мы сразу вступаем в противоречие с нашими же формулировками. Я сейчас поищу, в чём здесь дело, попробуйте сразу уловить. Когда мы спрашиваем у кого-нибудь, что такое рабовладение, это когда существует категория рабов или слоя рабов, которые не имеют никаких прав и которые вынуждены работать на рабовладельца. Правильное определение, так и было. Что такое феодализм? Феодализм – это когда существуют феодально-зависимые крестьяне и феодал. Феодально-зависимые крестьяне должны работать на феодала и плюс частично могут получать перебавочный доход, но в разумных пределах. Они не свободны, они приезжают к феодалу. Правильное определение, но на самом деле, если мы посмотрим, они не экономические, это юридические определения. То есть, грубо говоря, кто кому принадлежит – это юридическое определение. Поэтому можно ли и нельзя убить раба – это юридическое определение. Вот сейчас у нас есть юридическое определение, что убивать нельзя, потому что есть определённая статья Уголовного кодекса. Поэтому самому понятию рабовладения в Европе оно было понятным только в рамках европейской традиции. В Китае, например, об этом писал когда-то, и российские учёные, к сожалению, не ушедшие из жизни, мартынов, переломов, что не было категории рабов. Были люди зависимые, это правда, но у них были права. Они могли принадлежать к какому-то хозяину, но они могли и уйти от него, выполнив определённые условия. Более того, многие так называемые подлые или варварские племена, которых захватывали по северным и по южным рубежам Китая, и которые сначала были, казалось бы, зависимые полностью, почти как рабы, они выбивались в чиновники, а они становились знатными людьми. Более того, жаловались, что в эпоху Мин было очень много при Китайском дворе, при Императорском дворе очень много евнухов из числа вот этих малых племён, потому что это был карьерный способ просто для них стать евнухом и приблизиться к трону. И вот таким образом мы не находим ни классического рабовладения, ни классического феодализма. Почему ещё мы не находим? Потому что вообще в Китае было много земли изначально, то есть не было борьбы за землю, в отличие от маленькой Европы. Маленькие производители, вот эти маленькие сельские объединения, где работал отец, там сын и его, предположим, семья, они были страшно очень производительны, но самое главное – это то, что, кстати говоря, почему признается Померанс, что он не рассчитал. С одной стороны, производитель сельского хозяйства в Китае, точнее, выработка сельского хозяйства была в Китае ниже, чем в Англии, там 90% от английской, ниже, чем в Голландии, там около 98%, но прибавочный продукт они давали больше, проще говоря, не совсем уж просто говорить, обходилось дешевле, работали меньше, а получали за это больше. Это называется больше эффективность. И в этом плане, если в Англии для того, чтобы увеличить эффективность и победить конкуренцию, в конце концов начали создаваться крупные объединения и мануфактуры, когда вы нанимаете кого-то, должны ему платить, а потом, это же не рабы, им надо платить, более того, им надо будет платить и в случае повреждения, там выплачивать пенсию или что-то такое, выгнать его тоже, это просто так не удастся. В Китае этого не надо было делать, в земле было много. Если у вас была конкуренция, вы брали и уходили в другой район, там начинали что-то создавать. В Китае очень много рек, в отличие, опять-таки, от Англии или, например, от Голландии, это значит, что почва напитана, взрыхлена, и то есть сельское хозяйство было более продуктивным в Китае, и поэтому привлекать рабов было бессмысленно. Вся земля принадлежала государству, поэтому ни один феодал не мог существовать, феодал не может существовать, потому что феодал по теории владелец земли, здесь высший феодал, в том случае государство. Были надсмотрщики со стороны государства, они в разную эпоху по-разному назывались, это могли быть и губернаторы, и цензоры, так или иначе, но это было государственное око, и Китай в этом плане был абсолютно централизован. Почему? Потому что, опять же, мы возвращаемся, как ни странно, к культурному слою, а не к экономическому. Китайский император, вот сам по себе, как явление, он вырастает не из административной должности и не из военной должности, например, как в Европе. Вот все эти кёниги, кинги, это те ребята, которые круто сражались, король Артур, да, которые были действительно очень жёсткими, боевитыми, а они потом были уже сакрализованы после своей жизни, но так это были воины, которые объединяли огнём мечом вокруг себя какое-то государство или княжество. В Китае император является, с одной стороны, проекцией изнутри, снизу шамана первобытного, архаического, и, собственно, они так и назывались, потому что понятие ван, то есть правитель, это, как известно, оно рисовалось, как сегодня, да, три чёрточки, да, и есть две трактовки, что это такое. Во-первых, это небо, земля, человек, пронзающий единым, а на некоторых изображениях мы видим фаллический элемент, который пронзает небо, землю человека, то есть он как бы совокупляет всё вместе. Это сакральная должность абсолютно. С другой стороны, император обозначался как Ди, там, Дзунги какой-нибудь, или Дзун, Тайдзун, Шанзун, и слово Ди, и слово Дзун – это титулатура, ну, Ди вообще – это божество, как известно у нас, да, Шанди, так и приводится бог. Император – есть проекция, земная проекция этого божества. Ну, а как же Папа Римский? Папа Римский не был правителем. Ну, он как бы вот такой. Он духовный правитель, здесь есть разделение, то, что есть духовная власть, Папа Римский принадлежит, который является на самом деле всего лишь носителем Тиары, вообще-то он наследник не Бога, это в данном случае в христианской традиции все наследники Бога, он наследник апостола Павла, да, апостола Петра, естественно, да, который был… Ключи. Да, ключи абсолютно от царства. Вот, а китайским императором прямой, что такое шаман? Шаман, с одной стороны, человек, но с другой стороны, он в определённых моментах обладает божественными свойствами, например, когда делает ритуальное родение. Когда китайский император приходил, ну, формально приезжал, конечно, в храм неба и совершал моление в храме неба ежегодное, он в момент моления, он не был человеком, он был тем существом, который воспринимает валение неба и потом передаёт подданным, а подданные действуют, сажают урожай или начинают войну. И в китайском императоре считалась и религиозная функция, в том числе, например, функция гадателя, там, как дельфийский шаман, и администратора, но и самое главное, как мы сегодня сказали, производителя смыслов. Именно китайский император – это был смысл китайской империи. Если вы признаёте китайского императора, вы часть этой китайской империи. И вот в этом плане никому его функции не распределялись, никакого феодала на месте микроимператора быть не могло, были его посланцы. Могло быть другое, когда кто-нибудь объявляет себя сам императором, говорит, что старый император потерял мандат на правление, теперь он переходит ко мне, как Хун Цзюань, о котором мы с вами упоминали. Что делает Хун Цзюань? В принципе, он создаёт свою империю, пытается, по крайней мере, создать свой гимн, свою армию, своих наложниц. То есть, он матрицирует того же самого императора. А, и братом Иисуса Христа является. И братом, да, потому что ему надо на кого-то замыкаться, его сакральность должна замыкаться на кого-то. Вот на Иисуса Христа император китайский замыкается на Шанли, в конце концов, то есть на Верховное Божество. Таким образом, мы понимаем, что вот эта система пирамидальная, она не позволяла рождаться в чистом виде ни рабовладельческой, ни феодальной системе. С капитализмом другая история. Мы почему-то считаем, что капитализм – это то, через что должно пройти любое общество. Хотя мы знаем, что такого не было. Монголия, как известно, из феодализма пыталась шагнуть в социализм. Капитализм базируется на, прежде всего, большом машинном производстве. Это раз. На большой прибавочной стоимости и на довольно большом рассловении общества. И свободный рынок, конечно. Да, но и все это приводят к свободной рыбке, потому что свободный рынок продуцирует разные объёмы доходов. Кто-то много подзарабатывает, кто-то мало. Кто сумел сорганизовать хорошо, свой завод построил, то он начинает контролировать целые сектора производства. Вот в Китае, на самом деле, многие, если мы смотрим на Китай XVIII века, там были такие вещи. И, например, шанхайцы контролировали во многом производство, как ни странно, сладостей. Это тоже большой сектор в Китае, сладости – это очень важный момент. Производство рыбы и переработка, сушение рыбы контролировали джинзянские торговцы и частично шанхайские торговцы. Да, вот то, что называлось обычно по-китайски хан, как Син, то есть обычный перевод гильдии, но очень похоже на классические гильдии. Но самое главное, что в Китае долгое время не нужно было рождаться большим производством, то есть где много людей работает. Потому что, и это, кстати, отмечает и померанс, потому что малые производства были более эффективны, чем большие. Они сами себя обслуживали, они обслуживали весь Китай, причём малое производство не только то, кто производит, не только сельское хозяйство, а, например, те, кто перевозят по рекам. И были, конечно, гильдии перевозчиков, например, крупнейшая, естественно, была в Гонконге и в Шанхае реки, но это были столько крупнейшие перевозчики. Те, которые владели тремя кораблями, это крупнейшие уже. Их было крупнейших много, и самое главное, что получалось – возникала колоссальнейшая конкуренция, которой не было нигде в Европе. Они довели друг друга по ценам, по всему. И получалось, что цена ниже, а зарплаты, опять-таки, ссылаемся не только на померанса, на, если они, японских учёных Китая, зарплаты в дельте Янзы и в Англии в сопоставимые периоды были сопоставимы. Т.е. китайцы, грубо говоря, получались только в же день. В XVIII веке. В XVIII веке, да-да-да. Другой момент – то, что зарплаты китайские, китайским рабочим, самым разным, т.е. аналогичным, мы отдельно рассматриваем сельхозпроизводителей, например, тех самых перевозчиков. Они были выше, чем в Голландии или, например, в Варшаве или в Чехии. А я напомню, что Чехия долгое время была крупнейшим центром не просто торговли европейским, а она печатала деньги европейские, собственно, они там чеканились. Тайлер. Тайлер, да, конечно. Вот в этом плане Китай опережал их, потому что конкуренция была большая. Была ли конкуренция в Европе? Да, была, конечно. Но она не была такая большая, потому что императоры, короли местные или князья пытались регулировать это всё. Китай не регулировал. Китай как раз отдавал всё, что ниже уровня императорского слоя, он отдавал на свободу откупа. Можно было, как сегодня, и это полное воспроизводство, малые и средние предприятия в Китае конкурируют между собой сегодня колоссально в Китае. Но если ты забираешься чуть выше, например, на уровень производства нефти, газа и всего остального, там никакого участия, собственности, быть не может. И получается, что такой ситуации, когда голландские какие-нибудь остно-индийские компании сравнивались по мощи с государством, в Китае так и не родилось, когда одна компания может быть сильнее, чем несколько государств, скажем. Да, и при ней прошло монополизация рынков, потому что даже часто приводится в пример, по-моему, даже Памильян сам это пишет, известные корпорации, которые пытались, в Китае, которые пытались контролировать рынок фармпроизводства, то, что мы сегодня называем. Это Тунжентан знаменитый, да. Ну, почему не Тунжентан? Это, мы знаем, сегодня в Китае это крупная сеть аптек, прежде всего в Пекине, в Шанхае. И они относят своё начало к эпохе Сун, кстати говоря, что на самом деле правда, просто Ныши и Тунжентан, и тут в реальности мало связано, да, но не будем это обсуждать. Но Тунжентан – это была сеть первая, т.е. можно было купить в Тунжентан в Шанхае и в Пекине, что уже здорово. И говорят, ну, смотрите, как была сеть. Нет, это была не сеть, это, мы бы сегодня сказали, франшиза была. Т.е. кто и владел, да никто и не владел, потому что торговцы договорились между собой, что мы открываем и торгуем по определённым ценам, т.е. была как бы договорённость по ценам и по товарам. Но сказать, что кто-то был единым владельцем Тунжентана и шанхайского, и пекинского, и там какого-нибудь гуанчжоуского, такого не было, т.е. не было вот этой монополии. И это сохранялось практически до 18 века, когда приходит сильно Устынская компания и многие другие, и которые показывают, что есть государственно ориентированные компании. Устынская компания полностью напитывалась государством, т.е. она была и коммерческой, но государство её поддерживало. И которые могут за счёт вбрасывания огромных средств скупать большое количество товаров и контролировать их. И вот это как раз и было столкновение моделей, мы почему-нибудь сказали, модели западной и модели китайской. И китайская модель этого столкновения тогда не выдерживает. Потому что для крупных государственных проектов есть только два способа, у Китая было два способа. Либо просто, когда надо сразу реализовать, мобилизовать большое количество людей, их просто за маленькие деньги, но всё равно за деньги сгоняли войсками на определённое производство. Так строилась Великая Китайская Стена, так рылся вот этот Великий Канал, который объединил север-юг Китая, юг и север Китая. Это первый момент. Ну, а второй момент, то есть первый вариант, а второй вариант – сразу забросить много денег и заставить, чтобы люди сами пришли работать. И то, это другой вариант и имеет свои минусы большие. Ну, во-первых, второй вариант – надо слишком много денег. Кстати говоря, очень интересно, почему Китай-то проиграл военные столкновения с Европой, с европейскими державами в XIX веке. Всё-таки у страны были деньги содержать армию, но она была полуоха вооружена, как мы знаем. Это вообще на самом деле вопрос, который больше всего интересует и который в логике развития самый странный, потому что, опять же, в привычной нам европейской логике государство усиливается, больше денег, больше силы, больше технологии, больше армии, и пошли извоёвывать первого, второго, третьего. А тут мы с вами сталкиваемся уже во время династии Сун, что там и бомбы изобрели, и ракеты изобрели, я не знаю, что там изобрели они, и деньги у них бумажные, и банки у них есть, и всё есть. И тут в столкновении в прямом с государством Ляо или государством Сися эта армия проигрывает. Да, и Зинь проигрывает совсем. Да, и это как-то какой-то… У Китая была другая модель, судя по всему. Во-первых, Китай не собирался выигрывать войны. Китай всегда выигрывал войну после войны, как мы знаем, где сейчас государство Дзинь, где Сися, где все эти… Где все ребята, это же были что Джорджени, что Тангуты, что Даньеджи, Кидани, конечно. Это же были гигантские государства с большим населением. И с боевитыми ребятами, где они? Они сейчас касались в Китае. Вот сегодня где-то среди нынешних китайцев ходят потомки Кидани, потомки Сюну, потомки Джорджени, там Манчжуры. Но просто они слились в единую китайскую культуру, конфуцианство их обработало, и борьба за свою землю, вот не пядью своей земли врагу, очень характерна для европейского сознания. Мы захватываем города, это очень важно. Китайцы друг к другу воевали, захватывали, это мы полным-полно, но как только надо было куда-то пойти по ходам за рубежи Китая, Китай действительно сдувался и не хотел это делать. И особо свои города-то не защищал, потому что если приходит совсем другая культура, точнее другая государство или другая армия более сильная, Китай проигрывает. Но потом вот эта армия завоевавших Китай людей, она вынуждена принимать китайские условия жизни, китайский язык, китайскую систему учёта и контроля, китайское составление документов на китайском же языке и китайскими иероглифами. И постепенно китайзация происходит на уровне втягивания этих людей. Значит ли это, что есть некий первичный слой, в который все втягиваются? Нет. Первичный слой, это он и сложен из самых разных вещей, это смесь самых разных компонентов. И в этом плане, как раз возвращаясь к главному вопросу, почему Китай не озаботился созданием современной армии в 18 веке, почему они были выражены щитами и мечами? Почему они пытались атаковать, как известно, в Гонконге, когда к Гонконгу подошли британские корабли, к Шанхаю подошли британские корабли, они пытались их атаковать подожжёнными плотами, чтобы плот втыкался в корабль, поджигал корабль. Англичане это прекрасно знали, они обили корабли металлическими металлом и, конечно, ничего не поджигалось. И вот когда ничего не поджигалось и китайцы проиграли, казалось бы, это национальная трагедия. Нет, проигрыш не был национальной трагедией, национальной трагедией был потом культурный проигрыш. А проигрыш в войне же китайцы восприняли, мы почитаем, я напомню, что Первая оперная война в 1832 год. Вот британцы вторгаются на юг Китая, прежде всего на юг Китая, 42-х год, конечно, да, вторгаются на юг Китая и захватывают там Гонконг, бухту Гонконга, приказывают китайцам открывать города. Ну, казалось бы, Китай захвачен, Китай подписывает удивительный для себя договор. Договор, и самое главное, что если мы читаем воспоминания или там описание чиновников того времени, такое впечатление, что для них этого события просто не было. Ну, где-то там на юге Китая какие-то иностранцы что-то захватили. Вот просто они же не выполняли договор первый, заключенный договор по итогам первой войны, они просто не выполняли. И поэтому англичане были, ну, по сути дела, вынуждены сделать провокацию с этим, с кораблем Arrow, стрела, ну, и пошло там второе… Стрелевое, собственно. Да-да-да. Вторая оперная война, которая, как раз, закончилась просто расчленением Китая. Вот тогда Китай отреагировал, потому что сначала предполагалось, что психологически, что все эти страны втянутся внутрь китайской культуры, но вот здесь как раз и произошло… Не срослось. Не срослось. Потому что джурджиане были втянуты, манджуры… Монголы. Монголы, конечно. Конечно, и психологически Китай предполагал, что тоже европейская культура будет втянута. Но вот здесь, не хочу говорить, что Китай подвело, а скорее вот это настолько разные культуры, что они не могли никогда сойтись в диалоге. И причём обе культуры были культурами имперскими психологически. Китай – империя, безусловно. Но ведь и Британия, которая туда пришла, и которая, в общем, задавала тон, и, в общем, Россия, честно говоря, это империя, конечно. И Германия, которая Шаньдун захватила этой империи. И в этом плане имперские идеологии никак не могли сойтись. И вот здесь как раз, пожалуй, из-за этого слома начинается вторая или третья уже фаза. В Китае рождается то, что мы называем китайским национализмом. До этого национализма в Китае не было. До этого китайцы, грубо говоря, китайцы юга не любил китайца севера. Китайцы из Пекина не любил Манчжура, который где там жил в Манчжуре, в районе современного Ляунина. Это понятно. Но это такая нелюбовь цивилизованного человека к варварам. При этом китайцы понимали, что варвар может при наличии оружия захватить Китай. Это нормально. Но китайцы всегда абсолютно предполагали, что он стоит выше варвара. Есть чудесная книга под названием «Рим, китайцы и варвары». Это сравнивает… Франк такой учёный писал. Она, по-моему, в этом году вышла. Он сравнивает, в общем, как психологические римляне относились к варварам и китайцы к варварам. Ну, кстати, здесь есть по этому поводу большие схожести. И, ведь, на самом деле, до некоторого времени «нацио», слово «нацио» – это же было некое пренебрежительное название у тех же европейцев. Потому, что те же римляне считали себя античными людьми из городов. А вот эти нации на периферии кельт всякие бегают и прочее ещё – это нации. Потом был популос христианус в Европе. Опять же, здесь, мне кажется, можно провести параллель, потому что Папа Римский, популос христианус, единая латынь. Что-то похожее на вот эту структуру чиновничества, мета-структуру в Китае. А потом вот уже в эпоху классицизма и романтизма, когда каждая нация обратилась вглубь своих каких-то истоков, тогда-то вот новое что-то и родилось, и это у меня один из пунктов потом вопросы позадавать. Да, нет, я здесь с вами только соглашусь, потому что единственное крупное расхождение – римляне не старались, чтобы все стали граждане Рима. Да, им это было не надо. Им абсолютно не нужно, главное, вы признавайте римского кесаря, не выставайте и живите. Собственно говоря, вот это классическая история, которая происходила на территории порабощенной Иудеи. Да, вот это всё объясняют римляне особо, их христиане-то особо не воловали, пока они не стали говорить, что есть только Иисус Христос, есть только другой Бог. Вот это серьёзно. У китайцев другое было отношение к варварам. Варвар должен полностью признать китайскую культуру и желательно ещё втянуться в эту культуру. И это происходит очень медленно, очень плавно. Но, конечно, если мы посмотрим на всём протяжении китайской истории, обращаясь к, например, Шидзи, от первых источников до XVIII века, мы видим, что отношение к варварам очень пренебрежительное в Китае было. Это правда. Римляне не пренебрегали. Они понимали, что их культура выше всех, но римляне допускали, что есть и другая культура тоже. Они прекрасно допускали, что у идеев есть своя культура. Она странная, она нелепая по римским представлениям, но она есть. Поэтому пускай они этой культурой занимаются. В Китае особо чужие культуры-то не признавались. И вот это как раз совсем другое отношение китайское. С точки зрения современного человека это плохо. Все культуры равны. Но с другой стороны, это и позволяло Китаю постоянно всех объединять под единый знаменатель. Вот опять-таки возникает конфуцианская культура. Китай не волновал, насколько эти народы знают буддизм и льдаусиизм. Абсолютно их не волновало. Их волновало только одно. Насколько они готовы соблюдать конфуцианские правила поведения. Отношения к императору и так далее. И вот как только люди начинали правильно себя вести по конфуцианству, они становились китайцами в этом плане. Им надо было в конце концов конфуция прочитать. Надо было бы учить китайский язык. И вот здесь как раз это тоже еще одно из объяснений, почему в конце концов в Китае не родился капитализм. Сегодня есть, кстати говоря, на вас сразу скажу, так называемые конфуцианские бизнесмены. Это вы можете даже встретить. Называется Жу Шан. Жу как конфуцианин, Шан как бизнесмен. И я неоднократно видел даже визитные карточки, где написано такое-такое-то. Жу Шан – конфуцианский бизнесмен. Значит, он честный. Оригинальный. Да, он не будет вас обманывать, все нормально. Будем знать. И был даже такой поведение «Конфуцианский бизнес честный» и так далее. Но, если мы почитаем китайские книги по конфуцианскому бизнесу, конфуцианский бизнес – это между китайцем и китайцем. А мы варвары, к нам, на нас не репутся. Да, вот у нас по-другому все будет. Это тоже такая история, ведь капитализм психологически, он нацелен на максимальное расширение рынка. Максимально. Более того, хорошо бы, конечно, захватить весь мир. Ну, или, по крайней мере, нескольких городов. Или какое-то количество территорий. Китай не был заинтересован в захвате экономическом, как ни странно. Китай всегда, я напомню, сдавал свои товары для торговли другим этносом. Арабы, прежде всего, персы. Кто торговал по великому шелковому пути? Не китайцы. Кидане, о которых мы сегодня говорили, которые явно не китайцы. Это тюркоязычные народы. Это были персы, арабы. Средний Азии, тахары всякие. Да, тахары, да. Они же тахарийцы и так далее. Вот китайцам неинтересно было, куда там продвинуться и сделать свой сбытовой центр. Часто просто, когда, мне кажется, в 90-х, 2000-х было очень много публикаций, что вот до Колумба ещё был вот у Китая такой большой шанс колониальный. Вот был вот Сэхэ, кажется, его звали. И была его экспедиция вот в Южные моря. И корабль его был относительно Колумбу, как авианосец, относительно Джонки. И, собственно, это тоже, как мне кажется, в этой книге, насколько я понял, оно играет роль, потому что, получается, Китай не стремился иметь колонии. В отличие от западных, как бы уже сначала как испанцев, а потом уже и голландцев с англичанами, которые из этого придумали некий бизнес, что можно захватить там рабов, там кофе, там деньги. Ну, да, это правильно, это экспедиция Джонхэ, который, кстати говоря, был мусульманином. Джонхэ, да. Мусульманином ему стоят памятники. Один из самых необычных, пожалуй, я видел в Кучинге, это такая местность на самой юге Малайзии, потому что он до тут доплыл, и многие считают, что Джонхэ, который, безусловно, был китайцем, хотя и мусульманином, он был объединителем китайских диаспор за рубежом. Но здесь, кстати говоря, абсолютно правильно, Померанц это правильно обсуждает, но есть одна тонкость, опять-таки, поскольку он не историк, он экономист, он не подмечает одной важной вещи. Почему вообще, не почему Джонхэ поплыл, а почему он перестал плавать? Потому что он докладывал китайскому императору о том, что он открыл, там привёз жирафа и кого-то ещё в Китай, показал необычных животных, и это финансировалось обычно из китайского бюджета, то есть из государственного бюджета. Император счёл, а зачем вообще плавать? Потому что, во-первых, и так известно, что кругом живут китайские подданные, просто не все ещё об этом знают. Ну хорошо, ну откроем ещё одно племя китайских подданных, и что нам, зачем нам это знать? Торговля, а зачем всеми торговать? Ведь Китай, как мы уже говорили, устроен так, что в Китае производится всё от начала до конца. Климатические пояса Китая такие, что там можно производить всё, от шёлка и риса до фарфора, ну то есть ничего больше не нужно. Что покупать у этих нелепых, неважно, африканцев, франков, русских и так далее? Да нечего, всё в Китае есть. И поэтому идея колоний была для Китая не присуща, потому что это отягощение, это абуза для Китая. Еле хотят, конечно, какие-то давнеафриканские племена присоединиться к Китаю, но добро пожаловать. Собственно говоря, я напомню все эти фигурки, которые во многом числе обнаружены при Танском дворе, вот такие носатые люди, посмотрите фигуру, там, пятого, седьмого, шестых веков, так называемый трёхцветный фарфор Саньцхай, где мы видим, например, явно людей африканоидов, то есть курчавые волосы, широкий нос, переносия, или мы видим, очевидно, людей то ли центрально-азиатских, ну по одеждам, то ли, возможно, это даже русские. То есть китайский двор был абсолютно открыт, хочешь, приезжай. Даже перцы жили, они же бежали как раз от арабов туда. В большом количестве, да. Мы знаем, например, что таанский император встречался с ястерианами, говорил о христианстве. То есть, в общем, Китай был абсолютно открытой страной, поэтому что ещё путешествовать? И вот самое главное, что понятие колонии, вот как таковой, оно возникает не в экономическом сознании, а скорее в политическом. Страна Англия, которая живёт на маленьком острове, она мыслит не о постоянном расширении этих границ, потому что за островом начинается море, и надо вынести заморские территории. Вот это, вот overseas, тоже называется overseas communities, это очень важное понятие для британцев. И я неоднократно слышал от нормальных британских учёных, что Англия почему обленилась, почему вообще Англия пришла к упадку, слишком много колоний, и Англия просто перестала работать. Для Англии было очень важно иметь колонии, чтобы, грубо говоря, они согревали душу ангбританцев. Но ещё же миссия вот у тех же испанцев, у них же была миссия цивилизаторская, что они всех приведут к христианскому миру, и потом конец света, и всё хорошо. Да, потому что Запад требовал, чтобы люди приняли Бога, приняли Бога, их Бога, а Китай требовал, чтобы приняли правила поведения всего-то. Грубо говоря, если ты христианин и живёшь где-то, и хочешь быть Китаем, ну, добро пожаловать. Но это как бы не экстравертное было, это немножко интровертное было. Это просто другой тип развития цивилизации, ведь христианство изначально просто, вот в нём это заложено, оно должно расширяться, и в конце концов оно сомкнуло в своём расширении в кальвинизме, то есть в протестантской этике, когда хорошо торговать, расширяться, много зарабатывать, при этом быть христианином. Вот эта вот экспансия капитала, она, как ни странно, заложена в христианской этике, потому что христианство изначально было празелитским, оно занималось празелитизмом, оно, чем больше ты спасёшь людей формально, тем тебе же самому лучше, чем больше ты обратишь к Богу. А мы не знаем таких тенденций ни в датсизме, ни в буддизме, строго говоря. Да, мы не знаем, чтобы буддисты посылали экспедиции куда-то, чтобы всех обратить в буддизм, но нет таких случаев. Но только в самом раннем этапе, когда они там вот из Индии шли, в Китай куда-то. Да, ну и что они, что вы завовёли, кого-то приходил, один какой-нибудь там кумардживы, какой-нибудь, который приводил труды, который занимался переводческой деятельностью, с кем-то беседовал, создавал себе маленький монастырь, он как Шаолинь был создан в 495 году. Пришёл индийский монах, как известно, у него было два ученика, то, что мы называем себя Шаолиньским монастырём, это была деревянная постройка, две постройки, в одной они жили, в другой молились, и забор, чтобы животные туда не заходили. И, в принципе, чем они занимались, эти трое? Они переводили, пытались перейти на китайский язык буддистские труды санскрита, переводили очень нелепо, но это отдельный разговор, т.е. первые буддистские труды, если мы смотрим себе первые переводы, если мы не знаем, что это буддистский труд, мы их не отличим от даосских, потому что они подбирали только даосские термины. Не было никогда, чтобы буддист сказал, что если вы не уверуете в мою, например, Роланковатора Сутру или Атамсака Сутру, вы погибнете и будете гореть в гении огненной. Но вот христиане именно так говорили. Христианство распространялось, спасение распространялось запугиванием и вытеснением других религий. Буддист никогда не говорил, так же, как даосс, говорил, что вы либо буддист, либо даосс, либо конфуцианец, либо манихей, я напомню, что в Китае были манихи. Христианин не может сказать, что ты можешь быть буддистом, но всё-таки и христианином тоже. Ну, здесь, наверное, мы подходим к такой вещи, что, получается же, ну, чуть не к Иристотелю, получается, подходим с его формальной логикой, где А или Б, и третьего не дано, получается, у нас с вами. А тут, получается, у нас с вами и А, и Б, а может быть, ещё что-нибудь. Потому что европейское сознание, в общем, греческое сознание привычно, оно приватизировало пространство сакрального. То есть, это приобщение к Богу или к Божественному в целом, это глубоко внутреннее переживание. Оно может быть чуть-чуть болезненно. И в Европе есть понятие, у нас есть понятие, и мы этим страдаем, понятие, которое в христианской терминологии получается как богооставленность. Вот меня Бог не слышит, не понимает, я не так молюсь. У меня Бог такой обидчивый, хороший, но обидчивый всё время. Как бы не нарушить его покой. В буддизме, в даосизме, в конфуцинации, во всех восточных религиях этого же нет. Там нет внутренней драмы. Ты можешь, конечно, приобщиться к дау, то есть, что такое жудао, ты можешь, конечно, приблизиться к дау. Есть ещё понятие чудесное чхандао, то есть, воплотить себя как дау, стать дау. Но дау – это же не Бог, оно не может отвернуться от тебя. Мы можем тогда с вами сказать, что это даже снова про греков, и даже не столько про христиан, в которых трагедия, эллинизм и переживание, вот то, что, собственно, Эдип, он избран богами для страдания, и все смотрят, как он вроде герой, а в том числе он так вот как бы страдает. Ага, страдание – это очень важный термин в европейской традиции, это чудеснейший термин. Более того, христианство вообще базируется на страдании. Ну, оно из второго вырастает. Конечно. У меня и греческая драма, там уже и… Да, потому что, конечно, христианство формируется, как христианство на территории Греции, это очевидно. И самое главное, что христиане кладут страдания в основу мира созерцания. Вот это вот вечная история, которую часто опровергают историки о том, что действительно были серьёзные гонения на ранних христиан. И многие пока что серьёзных гонений не было, но сам символ мученичества – это центральная тема раннего христианства, потому что христианство должно было противостоять кому-то. Были даосы-мученики? Ну, я не слышал. То есть, нас убивали, это было такое. Бывали буддистов гоняли, например, в эпоху Хань, как пришло религию. Но вот это мученичество, есть понятие «мучиться» в Китае, в китайском языке, там «ку», но это скорее страдание, как в буддизме есть страдание, да? Ну, в смысле, страдая, что я страдаю от мира, и это моё заблуждение, на самом деле, это лишь моё сознание. Это не то страдание, это не нравственное страдание. Нет понятия, что я отпал от Будды, и поэтому очень страдаю, или что Будда перестал со мной беседовать. Вот Иванов, наш известный философ, начало XX века, он же вообще выводил христианство из дионисийства, из культа Диониса, богострадающего, получается. Ну, да, дионисийские и дионисические мистерии, конечно, с этим связаны, потому что раннее христианство было мистериально абсолютно, и во многом оно было гностицизмом или постгностицизмом, то есть надо было лично пережить свет, который несёт Бог. И первоначально Бога надо было всё-таки познать, а не уверовать в Него. И познание Бога – это страшное мучение. В Китае нет мучения от непознания дао, там был мистериум как таковой, но были видения, но посмотрите во что, или вы почитаете тексты китайские XII века, то есть, собственно говоря, конец, сун, начало юань, это на самом деле десакрализация многих вещей. Вы знаете, какие в основном тексты выходили, это тексты по поводу того, даоцкие, например, тексты, как надо себя правильно вести. И какой-нибудь ма дао юань, крупнейший даоц XII века, говорит, вы знаете, первое наставление, там, из десяти – уважай законы государства. Хочешь спросить, слушай, ты даже даоц, почему здесь государство? Бессмертие, пилюля бессмертия, вот куда надо. А нет, надо уважать законы государства. Или он, например, говорит, что там не обижай людей, не оскорбляй их. Даоцам наплевать должно быть на это. Или он вдруг внезапно начинает говорить – не пей вина, не занимайся сексуальными утехами. Даоц же должен заниматься сексуальными утехами, и не яд должен уж как-то совокупляться. А потому что вот что происходит? Даоцизм сливается с буддизмом, это чисто буддистские наставления, там, не пей вина, не ешь мясо. Это всё накладывается на очень культурное конфуцианство. Получается то, что мы называем неоконфуцианство. И всё успокаивается. Противоречий нет, все одинаковы. И вот как раз, возвращаясь к центральной теме, религия в Европе, и то, что, на мой взгляд, померанс не учитывает, она была очень серьёзной нравственной движущей силой в целом. Потому что противостояние было не экономическое, противостояние было религиозное, противостояние за истину. И крестоносцы шли не за экономическую выгоду. Они её получали потом, мы знаем, что тамплиеры стали небедными ребятами. Но в Китае вообще религия не играла большой роли в плане развития государства никогда. Имперская идея играла, конфуцианство играло. Именно не как религия, а как морально-этическое учение. Вот в этом плане как раз мы видим абсолютно разные модели развития. Ну, получается же, да, вот здесь мы с вами правильно отметили, что вот логика Аристотеля, его дуализм, либо так, либо так, и потом уже у нас мистериальность вот этого эллинизма и переживание страдания Бога, что нужно вот драма, нужно сострадать, как это, как сакральное действие. И в Китае, который, в общем-то, как это всё китайское искусство, это города воды, счастливые люди, где, в общем-то, все, где страдания. Да и, в общем, где-то в другом месте. И тут интересный вопрос, которым задаётся Нидом, вот тот самый. А как так вот получилось, что, ну, он уже тоже из этого ряда, что вот философия модерна, например, родилась в Европе, и вслед за ней наука европейская, великая, такая фундаментальная, где научный метод, мы познаём, соответственно, натуру, и познаём это при помощи некоего закона, вычисляем эти законы. И вот там Нидом, кажется, пишет о том, что иезуиты, когда они приходили в Китай и говорили о науке, им говорили, да вы чего совсем, что ли, какие законы могут быть у природы. Я не совсем понимаю, о чём говорит Нидом, потому что, фа, это же вроде закон у нас с вами по-китайски. Но вот интересно ваше мнение, почему же так получилось, что несмотря на кучу технических открытий, которые совершил Китай, вот фундаментальная наука такого образца, как в Европе, которая, как и продвинула Европу в центр мира, получается, она в Китае так и не родилась, ну, до, соответственно, Европы. Ну, вы знаете, что говорят обычно китайские, когда слышат Нидома? Первая фраза, которая ответит, ну, вы знаете, Нидом же китайский язык не знал. Это правда, да, Нидом не знал китайского языка. Джозеф Нидом, неординарный абсолютно учёный, не знал китайского языка, но на самом деле есть целый музей Нидома, как известно, в Оксфорде, и институт Нидома есть. Что попытался и, в общем, очень удачно показал Нидом? Нидом показал, что в Китае была масса открытий в его многотомнике под названием «Наука и цивилизация в Китае», «Science of civilization in China», и что эта наука по многим открытиям, она опережала европейскую науку. Но это не была наука в нашем понимании этого слова, потому что наука в европейском понимании, она базируется на методе. Есть научный метод. Научный метод, да. Если я знаю математику, я знаю научный метод математики. Чем отличаются любители почитать книги по истории от историка? Историк знает научный метод. Он может изучить хронотоп, то есть хронологию и совокупность явлений, а не просто рассказать, кто когда же родился и умер. Вот в Китае никогда не родилось научного метода. Многие открытия были спорадическими и, скорее, эвентуальными, то есть по случаю. И самое главное, они не получали широкого распространения повсеместно, потому что идея науки первичная, европейская, это то, что там несколько гениев что-то открывают, а потом передают человечеству вакцину или какие-то вещи, то есть чтобы служило всем. В Китае все открытия производились как продолжение экономической модели конкуренции между собой. Я знаю метод, я тебе его не покажу, потому что я на этом тебя обгоню. Ты тоже открываешь что такое, ты меня обгоняешь. Это было повсеместно, от строительства кораблей до, например, изобретения компаса и всего остального. Все четыре изобретения. Да, да, там пороха. Это потом уже стало распространяться, потому что очень сложно что-то всего удержать. И вот когда мы говорим о семейной организации любого бизнеса в Китае, я бы думал, в традиционном Китае, она обозвелась на знание каких-то секретов, потому что производительность труда, она во многом зависит от знания методов и методологии, как обогнать, как быстрее обстрогать доску. И поэтому, например, это я не преувеличиваю, я читал очень интересное исследование, китайское, что в Китае было несколько сотен различных рубанков того, что мы называем, вот то, с чем обстругивают. И изобретались специально, вот многие рубанки, изобретенные отдельными семьями, они хранились в большом секрете, потому что они тоньше снимали там стружку, или делали совсем доску, вот он снимает стружку, ещё одновременно и полирует доску, то есть он ускоряет процесс обработки мебели. И вот это не позволяло корпоративно, оно не позволяло куда-то раздвигать масштабы всего этого дела. И ещё один момент. Европейское сознание, опять-таки связанное с христианством во многом, оно живёт же всё время в будущем. Мы не замечаем того, что мы думаем о том, что будет завтра, и что, скорее всего, завтра будет либо лучше, чем сегодня, например, наука многое что-то откроет и перестанут появляться болезни, либо, наоборот, будет хуже. Это чисто христианская идея, потому что тот мир, который будет завтра, он должен отличаться от нашего, потому что иначе вот в том ужасе существования, в котором мы живём, в несправедливости, если мы живём в ней, и мы знаем, что не будет завтрашнего дня, это полное отчаяние, драма и самоубийство. И Бог, я думаю, вера в Бога спасает от самоубийства почти всё европейское христианизированное человечество, потому что оно говорит, вы знаете, есть выход, сегодня плохо, но есть и другой мир. И вот поэтому многие вещи, которые мы делаем, они предназначены, особенно научные, на долгий период времени. Сегодня, если, грубо говоря, когда Кюри открыли расщепление атома, и когда он начал использоваться, ведь когда они открывали, они не представляли, зачем это будет сделано, но через несколько сотен, через сотни лет, чуть меньше, нет, около сотни, сделали атомную бомбу в конце, и атомную электростанцию. Когда Пастер делал свои опыты с микробами, он не понимал, не было науки вирусологии как таковой, но сегодня мы этим пользуемся. То есть, наука, в принципе, готова делать бессмысленные вещи сегодня, чтобы они, возможно, будут осмыслены завтра. Ну, это же ещё, насколько Декарт, отец нашего научного метода, он же предполагал, что, мол, у нас есть деизм, что, мол, Бог, он сотворил и ушёл. Да-да-да. А мы, получается, его волю через распутывание вот этих законов природы мы как-то постигаем в итоге. То есть, получается, вне коллекционизма наука, она как бы и не рождается, ну, в смысле, вне концепции, получается. А потому что бессмысленно постигать природу для Китая. Вот в мире, когда мы постигаем природу, точнее, первая наука, когда постигала природа, она постигала законы Божьи, вот что она постигала. И перелом происходит как раз в эпоху просвещения, когда стало свободнее и проще постигать. То есть, не надо было постоянно оборачиваться на Бога. То есть, Бог существует, но действительно, Он ушёл, вот возвращаясь как раз к Декарту, Он ушёл в сторону и отдал нам возможность дальше постигать акт Его творения. А вот в Китае немножко другая история. Во-первых, метод есть в Китае. Только Фа – это не совсем тот метод, который мы понимаем. Если мы обратимся к Дао-Дадзину, там есть замечальная фраза, которая обычно приводится так. Земля следует человеку, человек следует небу, небо следует Дао, а Дао само по себе таково. Ну, там везде Фа есть. Там Фа, конечно. Фа – это матрица, чему следует. Вот когда вы прошли, и я иду за вами той же самой походкой точно так же, это имитация вас, это Фа. А я вам следую, причём в том же направлении точно так же. А Дао никому уже следовать не может. Оно само на себе замкнулось. Всё. И в этом плане метод – это всего лишь следование. Когда я читаю Конфуцию, а потом составляю на него комментарии, я следую Конфуцию, я следую Конфуцианскую методу, я шагаю в его след. Поэтому Китай не постигал природу. Ему это неинтересно. Мы знаем, что природа по-китайски – это цзэжань. Цзэжань – это то, что само по себе таково. Это слепок Дао. Зачем цзэжань постигать? Можно его постичь за счёт медитативной практики. Вот это достаточно. И вы сами становитесь этой природой. То, что по-китайски это цзэжань, да, стал самоестественным. И когда пришла наука в Китай как такова, например, когда пришла логика в Китае, именно не буддистская, а европейская логика, когда пришёл друг Гегель, имеется в виду переводы его, где он пишет, конечно, много об абсолюте, но много пишет о постижении этого абсолюта. Ведь была же огромная сложность в переводах этих трудов. Было непонятно, как подобрать понятие наука. Вот как по-китайски наука? Так, это поразительная история. Кхэси. Кхэси. А что такое кхэси? Кхэси – это изучение. Кхэ – это элементы мельчайшие, изучение разных элементов. Причём есть элементы? Ну, потому что это попытка по-китайски разложить разные разбросанные вещи, как палочки на столе, разложить в какую-то систему. И китайцы создавали эти системы. В Китае же были знаменитые так называемые лэйшу, то есть классифицированные книги. Это энциклопедия. Блажковый имен там. С попыткой белой лошади как-то там. Это логика. На самом деле номинализм – это примитивнейшая логика. И хотя многие китайцы… Да, лошадь есть, но лошадь. Да, да. То есть белая лошадь не есть лошадь, потому что она белая. Это чудесно. Да. А мы с нашими студентами, часто я вам показываю трактат «Золотом льве» знаменитый, вот когда вы видите, что при входе в буддийский монастырь стоит лев, сделанный из золота. Ну, знаете, при входе в монастырь ставятся львы, как символ Будды. Вот на что вы смотрите? На кусок золота, на льва или на символ Будды. И по этому поводу подсоединён гигантский трактат, конечно. Сикарно. Да, это безумно интересно, но по сравнению с логикой Декарта или вообще систематологией Лока и других, это, конечно, это детский лепет, я серьёзно говорю. Ну, да. Да, вот поэтому мы должны понимать, что китайское сознание по-другому работало. Может быть, это из-за письменности, что европейцы знают, что все слова можно на буковки разложить, а вот китайцы, у них там 75 тысяч иероглифов и, в общем, норм, а можно ещё больше сделать. Потому что европейцы понимали, что можно записать всё, что угодно, буквами. Да. И поэтому как будто есть такой закон, что можно всё разложить на какие-то мельчайшие ваши элементы. Да, а в Китае вам придётся использовать иероглиф, грубо говоря, если, ну, длинные-то, джанмин, да, верификация имён, исправление имён, либо я знаю, что это называется чашкой, вот есть иероглиф чашка, а если нет иероглифа, явление существует или нет? Это тонкий вопрос, да, да. Да, вот называние – это крайне важный момент. Мы видим разную логику мышления, вообще разное мышление, мы видим разную социальную среду, в которой всё образовывалось, мы видим разное пространство, которое вот рассыпалось на куски, мы говорили, север-юг и так далее. Мы видим разную производительность труда. И самое главное, вот всё это было хорошо, это всё работало, пока Китай был замкнутой средой, пока он расползался, а в него, на него ничего серьёзно не влияло. И вот то, что сделали европейцы в XIX веке, они нарушили эту логику развития. Гоменстаз, получается. Вот гоменстаз, он был нарушен. И поэтому Китай заметался, Китай, я напомню, что ещё до 1820 года Китай занимал, в общем, ВВП мира 30-35%. И сейчас, после всех развитий, Китай занимает 18%, т.е. он не вырос до того уровня, как был в XIX веке. А в 1950-е годы он падает на уровень чуть выше 5%. И когда говорят, вот что там не сработало, Китай был пробощён и так далее. На самом деле, надо понимать, что ни англичане, ни французы, которые заняли Китай в XIX веке, они не были интересованы в упадке китайской экономики. Они же создавали современную промышленность, они создавали арсенал, они создавали военную промышленность. Наоборот, они привнесли очень много в Китай. Да, это был, конечно, Китай полуколониальный, но технологически он резко вырос. В конце концов, в Китае велосипеды появились, знаменитые. Ну, это как часто говорят о том, что Маргарет Тэтчер, она в своих мемуарах говорит, что, мол, Индия, конечно, пострадала от англичан, но зато у них вот это вот. Ну, так, колониализм приносит какие-то блага цивилизации, больницы и родоспоможения, людей начинают умирать меньше при родах. Это правда, да, только… Ну, да, только цена, конечно… Да, цена, конечно, очень ленькая, да. И вот получается, что всё равно Китай не рванул вверх. Значит ли это, что какие-нибудь европейцы вывозили весь прибавочный продукт? Нет, не вывозили весь прибавочный продукт. Сбилась вот эта модель старая, а новая не создалась, европейская модель была неприемлема. Советский Союз пытался в 50-е годы, как известно, вести свою модель, но она оказалась тоже неприемлема. То есть, полный контроль над производством. А ведь мы знаем, что как раз говорили о том, что в Китае, о том, о чём пишет Померанц, мелкое сельское хозяйство было очень продуктивным, оно должно было быть свободным, оно должно было быть частным. И он здесь действительно опровергает очень важную точку зрения, что именно крупные сельхозобъединения, что в постсунскую эпоху, что в XIX веке, они были более производительны, чем мелкие. Нет, он говорит. Он сравнивает, что наёмный труд, что крупное объединение, я хозяин, я приглашаю к себе крестьян. Вот как раз производительность труда наёмного крестьянина, по сравнению с производительностью крестьянина, который работает на своём поле, то есть мелкое производство, у наёмного крестьянина составляет 50-60%, то есть он меньше производит, он менее эффективен. Поэтому китайское производство мелкое было эффективно. что сначала европейцы, что потом советская модель это нарушает. И когда приходит Дэн Сяо Пин, грубо говоря, что он делал, он возвращается к старой модели. Просто мир изменился, это не просто сельхоз Китай. Он даёт возможность вернуться к тому, что на низовом уровне есть абсолютная свобода, конкуренция, демпинг. Вот то, что было, то, о чём мы с вами говорили. И главная задача не думать о политике, а думать об экономике. Он возвращает опять к экономизму людей. Его первый лозунг, один из первых лозунгов, который Дэн Сяо Пин выдвигает, звучал как «фучилай, обогащайтесь». Ну и неважно, какого цвета кошка. Ну да, потому что главный момент – это человек должен быть огромным, богатым радостом. Как говорил Лао Цзи, мудрец опустошает умы люди, голову головы платят за руки. Ну там прямо как у Джонзи. Джонзи получилось, получается, если мы с вами вдвоём с чем-то согласимся, будет ли это истиной, а если не согласимся, будет ли истиной, и где там это будет истина, ну а кушать уже захотелось. И поэтому здесь получается такой джон, да, вот этот длинный путь у них получился, да, иностранные системы. Да, именно таким образом. Это не другое, да. Проходя по вот этим вот этапам, почему Китай не такой и не другой, Европа такая и не другая, я хотел бы здесь задать вопрос, который чаще всего, честно говоря, в реальных отношениях-то я и вижу. Может быть, это некая иллюзия, обобщение. Но часто сталкиваясь с китайцами в быту, там, когда жил я, такое ощущение, что они какие-то иные. Особенно в отношениях мальчик-девочка, вот во всех этих отношениях. И я долго пытался это осмыслить и пришёл вот к таким интересным выводам, что, мол, как-то раз мы с вами увидим, что вот как раз великое расхождение, оно происходит на границе XVIII-XIX века, тогда же у нас получается, что в философии Кант, он формирует своё вот это знаменитое учение, критику чистого разума, там, две или три критики он написал. И в одной из них он упоминает о том, что, мол, есть такой вот, сейчас мы скажем, Господи, не помню, как это у него, самостоятельный, развитый, целостный личность, развитый человек, который самодостаточный, вот, самодостаточный человек. И поэтому он, безусловно, вот человек, он взрослеет, и он вот делает эту инициацию, переступает, должен как-то какое-то отцеубийство в какой-то момент совершить, как все вот эти вот философы, идеалисты немецкие, они каждый раз опровергали своего, значит, учителя и говорили, а у нас будет всё по-другому. Вот у нас как было. И вот это и есть путь, получается, такого вот целостной личности, и из этого потом психология у нас образуется, европейское представление о том, что вот я должен быть такой вот, как бы зрелый, вот я вспомнил, целую зрелую личность. Ну и тут же там после этого приходит Шеллинг с своим романтизмом, с чувством, о том, что чувство у нас решает всё. И там получается акцент на любовь, акцент на том, что любовь, ей все преграды она может разрушить и сословные и прочее. Просто когда, например, я общаюсь с китайцами, у меня это, ну, китайский человек, не знаю, он это не совсем пережил или вообще не пережил. Вот это вот. И поэтому он часто, например, китаец может какие-то пародировать некие романтические чувства относительно, как сказать, другой второй половины или ещё чего-то, но оно у него всё равно как-то по-другому получается, превращается в какой-то бизнес-план, что ли. И, например, очень редко мы можем видеть, когда китаец выбирает сам свою вторую половину, если не одобрили его старший, соответственно говоря. Да и в целом, относительно вот того, что действительно же, вы знаете, не только духовного учителя китайцы ищут, но они просто тотально играют в игру «стань моим шифу». Это вот у них все друг к другу в каких-то ещё параллельных отношениях. И это для, например, особенно современного какого-то либерального сознания, оно кажется просто странным, когда вроде наоборот надо выбираться из семейных пунктов и становиться вот этой самой личностью. А тут раз, и люди зачем-то друг к другу постоянно записываются в отцы, матери, дети, и наоборот. Как вы считаете, действительно ли это из-за того, что у них Канта не было? Или, может быть, по какой-то и романтизму, соответственно, или по какой-то другой причине? Или ваш опыт тоже интересный по этому поводу? Ну, во-первых, у китайцев много чего не было, потому что Кант стоит на плечах предыдущей всей европейской цивилизации, так же, как и Шеллинг, а также какие-нибудь французские ваганты и все эти, и трубадуры, которые стоят на плечах вот того переживания, о котором мы говорили раньше. Любовь к Богу должна иметь материальное воплощение, это любовь к женщине или женщина к мужчине. К Богоматери. Да, абсолютно правильно. И любовь обязательно должна быть неразделённая, чаще это всё должно быть неразделённое, потому что иначе не было Петрарки, это понятно. Она должна быть связана с драмой и с мучениями, вот вам, опять-таки, мы воспроизводим христианское мученичество как таково, любовь – это мученичество, ты отдаёшь часть себя, ты должен согласиться с присутствием другого рядом с собой или внутри тебя, и ты должен за него переживать так же, как за себя, вот такая классическая любовь в европейском понимании. И любая драма, будь то кинодрама или драма как спектакль, она же базируется на том, что что-то не удаётся, иначе тогда драмы бы не было. А в Китае другая история, здесь надо ещё понять, что в Китае не было большого участка, что ли, цивилизации, вот у неё был другой участок, который называется, то, о чём мы сегодня говорили, эпоха просвещения, потому что эпоха просвещения даёт очень важный момент – способность, возможность любить не только Бога. И ведь кто такой Трубадур был во Франции, и там поэзия вся связана с этим? Куртуазная культура. Куртуазная культура, потому что я люблю кого-то больше, чем Бога. Я готов пожертвовать своей жизнью за прекрасную даму, а не только за Бога. И это, на самом деле, маленькая революция, по которой превращается вот в современную, именно куртуазную культуру, в Китае куртуазной культуры вообще никогда не было. Да, мы знаем, есть поэзия китайская, обычно женщины переживают, что её возлюбленный уехал на войну, и там лишь полог окна колеблется, потому что вот только что конь его промчался, и он уехал на войну, или он погиб, или император страдает без наложницы, которая заболела и там умерла. Это скорее драма неполучения объекта желаний. Это не абстрактная драма. На самом деле, если мы почитаем внимательно Петрарко, он любит не Лауру, это очевидно. То есть, Лаура – это образ воплощённый, который постоянно повторяется в этой истории. Точно так же, как мы видим при этом в европейской культуре, существует и Декамерон. То есть, помимо романтических, он даже есть Декамерон, но который, если еле сегодня его почитать, на самом деле он – это просто детская книга по сравнению с тем, что писали китайцы. Китайцы просто писали инструкции. Очень технично всё. Да, вот, как говорится, или вы почитаете однажды хотя бы даже мои переводы, вот в моей книге «Битна от властных простынях», поскольку книга продаётся всё время в заклеенной обложке, многие считают, что там что-то о порнографии. Там ничего нет в порнографии, это просто инструкции. Техника. Это техника. И когда вы её читаете от начала до конца, какая тут куртуазность. Вы чего? С какой стороны подойти, в какое время суток это надо сделать, и если у вас болит нога, то какую женщину надо подобрать так, чтобы у вас нога больше не болела. Да, вот это как раз и поражает в отношениях, потому что очень часто именно в личных отношениях жалуются и та, и другая половина, много с кем общался, что какой-то вот такой бизнес-проект условно, семья – это бизнес-проект, он преобладает над вот то, что так мило русскому человеку, воспитанному Пушкиным и Лермонтовым, над вот этим вот трепетом вот этой чувственности. Ну, потому что то, что двигает вообще европейскую культуру, переживание, расставание с прекрасной дамой или с прекрасным юношей у дамы, оно даёт музу творчества, оно даёт, это тот наркотик, который постоянно можно себе вызывать, расставаясь, любя кого-то, расставаясь. В Китае это никогда не было наркотиком, я думаю, для творчества. Что было наркотиком? Служение государству, другое было это… Покинуть государство. Покинуть государство. Или, наоборот, например, стоять перед прекрасным пейзажем, в смысле перед картиной Шан Шуэй, и погрузиться в неё своим сознанием, и после этого несколько дней быть озарённым. Что для Конфуция было наркотиком? Вот однажды он слышал там музыку определённую, и три дня ничего не ел. А в другом случае он же изучал, как известно, игру на цине, и он всё изучал, изучал, а ему воучили, говорил, ты плохо ещё играешь. И вот Конфуция представлял уже бурдые воды, горы, когда он играет на цине. Говорил, нет, неправильно. И вот что, вот какая была великая цель Конфуция? В конце концов, он узрел волоски на бровях того человека, который сочинял эту мелодию. Джогу. Да. Вот это вот круче физиологизма нельзя представить. Мы слушаем Баха для того, чтобы прозреть волоски на его бровях, ну, это безумие какое-то, да? Вот это как раз и есть расхождение глубочайшее. Отсюда же, правильно вы сказали, есть некоторая имитация, потому что, конечно, пришла европейская культура в Китае, западная культура, конечно, пришли в том числе и любовные переживания, вот как они есть, но они имитируются во многом. Да, они сейчас кажутся самостоятельными, но интересна вот некоторая вещь, с которой я столкнулся в 90-е годы в Китае, т.е. когда только-то Китай открывался, и я с большим интересом наблюдал за одним явлением. Сейчас его, конечно, уже нет, но оно очень похоже на ту имитацию, о которой вы говорили. Я обратил внимание, что в Китае очень много женщин ходили со спущенными, с полуспущенными чулками на улице. Я сначала думал, что это случайность, но я вижу, в принципе, хорошо одетые женщины, но как-то странно всё это. И я как-то просто, набравшись наглостью, поинтересовался, а в чём здесь? Она говорит, ну, так должно быть. Я говорю, как должно быть? Я вот знаю, что так должно быть как-то выше всё. Она говорит, ну, как же, так по инструкции. И мне показывает, вы знаете, упаковка, в которой чулок вот, там всегда на упаковке, как эта женщина же натягивает чулок, она никогда не натягивает до конца. Это есть, в инструкции так сказано. И я потом как раз переспрашивал у других, я говорю, да, вот эта картинка же, правильно она нарисована? Вот это и есть имитация. Вот поэтому, значит, есть там европейские сериалы, которые вышли в Китае, и они были переданы китайский язык, и китайцы сказали, о, вот как надо вести себя, женщина и мужчина, и они стараются приблизиться к сериальному, киношному пространству, и не случайно китайцы очень киношны в этом плане. Вот как они увидели, прочитали, кстати, говорят, точно так же, как и мы часто киношны в отношении китайцев, когда какой-нибудь человек наш, там, русский или американский, да, 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 нет, ну, это не самое страшное. Ну, знаете, когда люди начинают сыпать цитатами из Конфуции, брать на себя китайские имена там, и это, конечно, в Китае это воспринимается как клоунады, им очень смешно, так же, как и на одном из таких китайских вечеров, посвящённых русской китайской дружбе, и вдруг появляется человек, одетый в русскую косворотку, и в прямом смысле с балалайкой. Я подумал, что он издевается, что ли? Нет, он очень любил Россию, он про русский не говорит, но вот он видел на картинке, что именно так там русский должен ходить, но вот это и есть имитация. Поэтому мы сразу замечаем подделку, так же, как мы сразу замечаем подделку вот в китайской культуре, китайцы замечают точно так же подделку, когда мы пытаемся их имитировать. Вот имитация – это плохо, вхождение внутрь культуры хорошо. Но вот интересно то, что нам завещала великая востоковедня русская, например, тот же самый Академик Алексеев, который, как известно, ездил по Китаю и блестяще делал на китайском, он никогда не пытался имитировать китайцев. И это очень важно, что мы никогда не должны идентифицировать себя с объектом изучения. Я изучаю Китай и не могу стать китайцем. Да, когда я живу в китайском монастыре, я буду брить циналосы, ходить в китайских одеждах и говорить по-китайски, чтобы не отличаться от окружающей среды. Но если я то же самое буду делать на морозных улицах России, то на меня будут смотреть очень странно. Вот это как раз и есть расхождение культур. Китай сегодня во многом пытается повторять формы европейской культуры. Где-то удаётся, конечно, в конце концов китайцы научились, приучили ходить в костюмах, и китайские пиджак и брюки – это является едва ли не повседневной одеждой каждой китайцам. Но мы всегда замечаем, что не так мы носим костюм, мы не так ходим, человек к костюме по-другому двигается, потому что европейская культура ношения костюма, она склалась столетиями, и мы не так завязываем галстуком, и вы это сразу подметите, вот это и есть имитационная культура. Ещё раз говорю, опять-таки, великое расхождение, на мой взгляд, опять-таки, восхищаясь Поберанцем, в чём я глубоко не согласен с ним, расхождение идёт в культурных типажах. И когда мы говорим, что мы там русские ближе к китайцам, может быть, да, чем китайцы к американцам, но пропасть между российским сознанием, русским сознанием и китайским, она колоссальна. И попытки, я знаю, есть такие неглупые далеко люди, которые говорят, вы знаете, может быть, имеет смысл всё-таки воспринять китайцев не только экономику, а некие духовные идеи. Да, правильно, конечно, правильно, хорошо бы сказать духовные идеи, но я с трудом представляю, как идеи, которые были выписаны в тысячелетней китайской традиции, лягут на российское сознание, которое выписано другой традицией, там не менее важной, просто, на мой взгляд, просто хуже себя презентующей. Вот это как раз и есть расхождение, в которое мы не хотим поверить, но пропасть между цивилизациями не в области экономики, а именно в области духовного осмысления жизни, матрицы жизни, оно сохранится на столетия и никогда не сойдутся в этом плане, пока мы живы, пока будут живы наши потомки, как бы ни хотели, схождения не будет. И в этом смысле, как вы говорили в одной из передач, которую я слушал, о том, что одна из, например, последних ошибок, которые либерально-рыночное американское сознание предприняло, что вот мы завозим им свободную экономику, конкуренция, и потом демократия сама по себе так раз-раз-раз-раз-раз и образуется. Да. Оно раз и как-то и не случилось. И, по-моему, да, и с Советским Союзом тоже такая же штука произошла. Мы как бы завозим им ценности, а оно как-то раз и... Потому что у нас есть некоторое ошибочное представление, что за экономикой обязательно прорастёт другое мышление. Нет, не прорастает. Мы всегда считали, американцы считали, что если свободный рынок, он должен перестроить и свободу сознания. Не может быть развития экономики вне свободного рынка. Но мы видим, что может быть. Китайский рынок не свободен, это мы прекрасно понимаем. Но уж то, что, а рост у него идёт. Значит ли это что? Вот многие говорят, рост не может быть до бесконечности. В конце концов, законы экономики сработают, и Китай обрушится, потому что он не свободен. Да нет, не обрушится. Потому что патрица отработана. Ведь Китай же всегда был несвободным. Он никогда не был свободным исторически. И в этом плане они вырабатывают тот ресурс, который был давным-давно. Точно так же, где им правильный, хороший пример, с Советским Союзом и с Россией. Завезли свободный рынок? Да, завезли, может быть, помните, что первые учебники по экономике России, новые России, это были перевод с манчестерских и чикагских учебников экономики. То есть, прямо переносили, да. Ну и что, стало ли у нас, как в Чикаго? Нет, не стало. Станет ли? Нет, не станет. Почему? Ну, там сотни причин. Но мы знаем, пока мы видим результат. Это как бихеваризм, да? Сигнал на входе, сигнал на выходе. Что внутри, мы не понимаем. Вот поэтому как раз я думаю, что Китай – это абсолютно отдельная матрица цивилизации. О ней можно много-много говорить. И получается, к ней неприменимы некие общие концепции, вот эти вот, которые, как правило, которыми болеет западное сознание, что всё так вот, или всё так вот, и давайте. Я вообще думаю, что никаких общих концепций быть вообще не может, вот в этом плане. Что ты постмодернист? Я постмодернист, я считаю, что могут быть общие концепции в математике, я предполагаю, что математика, наверное, и физика работает везде, и химический процесс идёт одинаково в Китае и в России. А вот всё, что касается культурно-нравственных ценностей и связанных с ними экономическими представлениями, экономическими отношениями, они абсолютно разные. И просто та наука, которой мы сейчас оперируем, экономика, например, она создана была не в Китае, она была создана на Западе для западных концепций, то, с чего мы начинали вообще нашу беседу. И Маркс писал о той среде, в которой он жил. А жил-то он вообще-то в европейской среде. И в дальнейшем многие экономисты, ну, в том числе, например, Вебер, да, какой Макс Вебер, они же анализировали своё представление об Азии. Они Азию-то не анализировали. И вот когда начинается чистый анализ Азии, возвращаемся опять к Кеннессу Памеранцу, мы видим, что, оказывается, там всё совсем по-другому. Как только мы начинаем анализировать китайские источники или индийские источники, китайские цифры, мы видим, что расхождение было колоссальным. Разница, они и по цифрам могли сближаться. То есть, да, там сопоставимая зарплата, сопоставимые после XIX века, после XVIII века сопоставимые, например, объём питания, который получали люди. Но это мы сравним по цифрам. А вот приход к этим матрицам, он был одинаковый или разный? Он был разный, конечно. Путь к этим цифрам разный. И сегодня мы видим, что европейская модель оказывается не очень эффективной, потому что она очень завязана на мировой рынок, она очень завязана на европейское сознание, она завязана на нравственность в очень многом. И нам приятно жить в этой модели, когда есть нравственность. Китайская модель завязана совсем на другое. Именно поэтому Европа допускает в себе сотни тысяч беженцев, по сути дела, потому что это нравственно. А в Китае я не вижу, чтобы туда двигались какие-то беженцы. Да, потому что вот так вот устроен Китай. То есть, в общем, иногда наша же модель европейская, она и наносит удар по нашей идентичности. Алексей Александрович, спасибо вам большое. Спасибо, Андрей. Друзья, читайте книгу, очень интересно. Ну что, до новых встреч. Всего наилучшего на канале Тактик Медиа.